Подтвердите, пожалуйста, подведите итог или опровергните. Не могу не согласиться с выступлениями своих товарищей по партии, с коллегами по Красному университету, со слушателями Красного университета, что борьба за уменьшение рабочего дня, то есть за шестичасовой рабочий день является наиболее важной и актуальной задачей всех работников. В современной России, потому что нет ничего ценнее, чем свободное время. Именно то время, которое человек может потратить на свое собственное развитие. Поэтому оно, кстати, и называется свободным. Это то время, когда человек может посвятить изучению тех трудов, которые порекомендовал Михаил Васильевич и другие товарищи. Опять же, на занятия в Красном университете было бы неплохо, потому что в связи с тем, что у нас 8-часовой рабочий день, мы поздно начинаем. Мы поздно заканчиваем, а товарищам на следующий день ехать на работу. Многие без того, чтобы спать 8 часов, спят по 2-3-4 часа, потому что пока они приезжают домой уже поздно, пока собрались, подготовились к следующему рабочему дню уже тоже как бы... А если бы 2 часа времени у нас было дополнительных, мы могли бы использовать для того, чтобы изучать работы классиков марксизма, ленинизма, заниматься в Красном университете, также бороться за свои права. За коллективные договора, о которых многие уже забывают на многих предприятиях. Смотря на то, что коллективные договора, они в советское время, даже и в постсоветское, в 90-х годах, они очень, так сказать, существенно облегчали жизнь, быт и работу работников. Потому что они учитывали специфику работы предприятия, время работы этого предприятия, все те аспекты, которые не прописаны в трудовом кодексе. Но помогают работникам быстрее восстанавливать, потому что будешь много работать и долго, скорее всего, рано умрешь. Помимо того, что бороться за сокращение продолжительности рабочего дня, за что еще бороться сейчас? Ну, можно бороться, я уже говорил, за коллективные договоры. Также такая актуальная и необходимая борьба, это борьба за приближение или за соответствие цены рабочей силы к ее стоимости. Есть тоже такое понятие, это стоимость рабочей силы, те необходимые жизненные средства, которые необходимы для нормального, самое главное слово, нормальное воспроизводство этой самой рабочей силы. То есть, человека как человека, для того, чтобы он, так сказать, после себя оставил рабочую силу нормального качества, то есть, обученную, здоровую, хорошо подготовленную, чтобы она уже могла дальше продолжать его дело или заниматься другим каким-то делом, другой работой имеется в виду. Вот. А для этого сейчас нужны средства, деньги. Вот. А цена рабочей силы, то есть, зарплата, она не соответствует этой стоимости. То есть, сейчас я даже не знаю, какая средняя зарплата в Санкт-Петербурге, я полагаю, около 30-40 тысяч, а вот меньше даже. Выше? Выше? Ну, наверное, выше. Но она все равно не соответствует стоимости рабочей силы. Вот. Сотрудники фонда рабочей академии совместно с докерами рассчитывали стоимость рабочей силы. Она от года, так сказать, гуляет в зависимости от инфляции. Вот. Сейчас она составляет, ну, не менее 70 рублей, если двое работающих в семье, и не менее там 250, по-моему, или 230 рублей, если один работающий в семье. То есть, я думаю, тысяч рублей, да. Я думаю, немногие, как бы, слушающих или присутствующих может похвастаться такой заработной платой, хотя бы, или даже близкой к ней. Поэтому вот эта борьба является тоже актуальной и такой вот необходимым. Потому что, ну, надо как-то жить. Хорошо. Спасибо. Ну, и еще раз присоединяюсь и приглашаю в Красный университет. Вот. Спасибо вам большое. Если кто-то будет смотреть и смотрящих соберется поступать в Красный университет, не надо звонить, можно просто написать по электронной почте, вот, приложим ссылочку, свою фамилию, имя, отчество, и населенный пункт, где вы проживаете. И этого будет достаточно для того, чтобы вас записали в Красный университет. И все, кто пришлет подобное письмо до 1 октября, будут записаны в Красный университет. Никаких ограничений нет? Нет, нет. Ну, только по времени. Мы сейчас сделали ограничения, но чтобы удобнее было. Поэтому и за время надо... А вообще никакого ограничения нет. То есть вы, в принципе, можете смотреть. За 7 лет выложены лекции, семинары, экзамены, зачеты. Вы все можете посмотреть, как оно все происходило на протяжении 7 лет. В принципе, оно не сильно меняется, в смысле организации. И поэтому вам будет понятно, куда вы идете, чем вы будете там заниматься. И как вас будут там спрашивать, на экзаменах, на зачетах. Все там рассказано, показано, можно посмотреть. За 7 лет, я даже не знаю, сколько там, по 20. Получается... Много уже. Около 140, даже более 140 роликов есть. И каждый ролик по полтора часа. В общем, как бы есть чем заниматься. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.